В Толете снимают художественный фильм о собаке, памятник которой стал одним из символов нашего города. В основе ленты лежит история немецкой овчарки, которая много лет ждала на Южном шоссе своих хозяев. Они погибли на этой дороге в автокатастрофе. Фильм носит рабочее название «Костя». Съемки картины идут с мая прошлого года. Помимо настоящих актеров, в фильме снимается житель Тольятти, известный специалист по поведению собак Антуан Наджарян. Как проходят съемки, узнаем из следующего сюжета. Это фильм о любви и верности, о преданности и предательстве. Собака 8 лет ждала хозяев. Она приходила на Южное шоссе, туда, где они погибли во время аварии. Все актеры, которые снимаются в фильме, тольяттинцы. В их числе и автор одного из телевизионных проектов телевидения ВАЗ-ТВ. Для тех, кто смотрит программу «Жизнь замечательных зверей», не вызывает никакого удивления, что в фильме о собачьей верности снимался участник нашей программы, специалист по поведению собак Антуан Наджарян. Для меня честь быть участником этого проекта, делать фильм о легендарной собаке, о легендарной истории. В фильме у Антуана две роли. Первая – там, где он преображается как актер. И вторая – там, где он остается самим собой, то есть специалистом по поведению собак. Именно ему доверена актерская подготовка главного героя фильма – собаки по имени Константин, для того, чтобы она все делала по сценарию. Я знаю, что для того, чтобы подготовить собаку для участия в съемках, нужны годы и годы. Сколько времени на это ушло у тебя? Я перед сценой, которую мы должны снимать, я у режиссера спрашивал. Говорил, Роман, скажи, пожалуйста, что должна делать собака в этой сцене? Он говорил, нужно, чтобы он делал вот это, вот это, вот это. Я просил всего лишь 15 минут. 15-20 минут. И мы сейчас в таком режиме и работаем. Перед сценой, что мы должны снять, мне дают 15-20 минут, чтобы я поработал с собакой. Довел до собаки ту информацию, которая нам нужна для съемок. И все. В фильме есть сцены, которые на съемках вызывали волнение режиссерской группы. Например, когда в вольер к собаке впускали ребенка, и он должен был прикасаться к миске с едой. Для животного в такие моменты естественная реакция – это агрессия. Но поскольку собака была правильно подготовлена, все прошло отлично. Именно этот пес сегодня стал одним из символов Тольятти. И именно ему Антуан посвятил свою песню. Правда, неизвестно, войдет ли она в фильм, но мы знаем, что она останется у многих в сердцах. Для тех, кто не знает Константина, верность – это его второе имя. Южное шоссе, авария, смерть. Ведь у хозяев не стало бред. Когда я первый раз сюда приехал и увидел эту статую, мне сразу стало интересно, что за собака. Когда мне рассказали эту историю, она мне очень тронула. И я постоянно думал, что я, как человек, который любит собак, который понимает собак, что я могу сделать для этого пса, для этого легендарного пса. Песню, которую я сочинал, это самое-самое малое, что я могу для него сделать. Даже этот фильм, который мы снимаем, это самое меньшее, что люди могут воздать к такому псу. Была Дворкинг Евгений Черемин, служба информации, ВАЗ-ТВ. Это была последняя информация выпуска. В студии работал Константин Ткаченко. Оставайтесь с нами, увидимся через час.